Данный ролик вышел благодаря этим ребятам. И снова рад приветствовать уважаемых подписчиков и гостей канала. В своих прошлых видео я вам рассказывал о таком интересном инструменте автоматизации на языке программирования Python под названием VideoGrep. Для тех кто подзабыл напомню что это консольная утилита на основе FFMPEG, которая использует субтитры с таймкодами к видео и в автоматическом режиме вычленяет из исходного ролика те моменты в которых фигурирует заданное вами слово или фраза. Сегодняшнее мое видео будет своего рода продолжением и скромным видением развития данного инструмента. А именно проделав некоторую работу, написав несколько парсеров на языке Python и скриптов на языке Bash, мне удалось создать консольную утилиту, которую вы можете скармливать на вход абсолютно любую фразу или слово на абсолютно любом языке, а на выходе она выдаст вам видеоролик, в котором будут фрагменты видео с разных ютуб каналов из разных видео, где произносится заданное словосочетание. Черный треугольник. И вот такой вот черный треугольник. Черный треугольник. Гигантский черный треугольник. Этот значок черный треугольник ромбик, друзья. Черный треугольник из видения. Давай мне еще черный треугольник рисовать, Малевич. Просто черный треугольник. Черный треугольник. Так, черный треугольник. Треугольник, черный треугольник, это три вместе лица. Весь треугольник, большой черный. Появился черный треугольник над Москвой. Итак, для лучшего понимания всей схемы следует начать с небольшой теории. Как всем известно, любое загруженное видео на YouTube получает автоматическую транскрибацию в текстовый формат, а простыми словами получают субтитры, привязанные к тайм-кодам. Эти тайм-коды мы с вами можем удобно просматривать, кликнув на соответствующие кнопки на сайте. Никто не мешает нам также скопировать их и использовать в своей работе. Весь этот процесс мы по сути можем автоматизировать, написав универсальный парсер субтитров к роликам YouTube. В своем прошлом видео об инструменте видеогреб, которое я рекомендовал бы посмотреть для лучшего понимания происходящего, я также написал универсальный конвектор этих самых субтитров YouTube в формат, который необходим программе видеогреб. А значит второй нашей задачей является как раз запуск этого конвектора. В-третьих, нам необходим собственно сам видеофайл, который мы будем нарезать на фрагменты. И тут как нельзя кстати подойдет замечательная утилита UDLP, которая является форком популярного UDL, но позволяет скачивать ролики намного быстрее в многопоточном режиме. Наконец, когда у нас есть файл субтитров в удобном формате и файл видео, мы можем запустить видеогреб, который выдаст нам на выходе нужный нам итоговый видеофрагмент с искомой фразой. Ну и самое главное спросите вы, как же нам получить список всех видео на YouTube, в субтитрах которых встречаются так нужные нам слова? В теории мы могли бы написать большую программу, которая в многопоточном режиме анализировала все загруженные видео на YouTube, собирала бы их субтитры и заносила в одну большую глобальную базу данных. Но по счастливой случайности это уже сделали за нас. В интернете есть замечательный сайт под названием filmmod.com, бэкэнд которого по сути тем и занимается, что собирает глобальную базу данных субтитров всех YouTube роликов. Пользователь может просто задать интересующий его поисковый запрос, а сайт выведет ему список роликов, в субтитрах которых и фигурирует эта самая фраза. Ну и чтобы нам все это автоматизировать и вытащить с сайта ссылку на каждый ролик, нам также само собой потребуется написать еще один парсер для этого самого сайта. Все это и есть базовая теоретическая схема нашей будущей программы, часть из которой должна будет повторяться в цикле для каждого ролика, который мы спарсили. Что ж, покончив с теорией, самое время заняться практикой и начнем мы с парсинга сайта filmmod.com. Как вы можете наблюдать, наш поисковой запрос на данном сервисе становится частью ссылки при поисковой выдаче. Из этого следует и обратное утверждение, что манипулируя данной частью ссылки, мы можем получать разную поисковую выдачу в соответствии с нашими предпочтениями. Эту часть можно назвать аргументом, который мы будем скармливать нашему парсеру, и в соответствии с которым будет вестись работа на нужной нами странице. Поэтому создадим Python скрипт и импортируем в него библиотеку SUS, дающий нам власть скармливать аргументы в скрипт при его запуске из терминала. Вы можете также заметить, что все пробелы в ссылках заменены на плюсы, а потому в нашем скрипте мы должны провернуть то же самое. Теперь мы можем проверить и запустить только что созданный нами код. И как вы можете видеть, все успешно работает. Стоит также отметить, что словосочетание может быть произвольной длины и оно также будет прекрасно выполняться. Напомню, что данный аргумент лишь часть ссылки, а потому введем ее значение в качестве переменной URL, точно так же как указано в видео. И идем далее. Как вы можете наблюдать, на сайте сбоку отображаются все те видео, которые были найдены по нашему поисковому запросу. Как вы понимаете, наша цель это получить ссылки на них. Сами ссылки напрямую сайт не предоставляет, однако он предоставляет ссылки на превью картинки в миниатюрном формате. Самое замечательное, что ссылка на данную миниатюру содержит как раз маленький идентификатор видео, добавив который к базовой ссылке YouTube для просмотра, мы можем получить и саму ссылку на видео. И как я думаю вы уже догадались, на данном этапе наша задача сводится к получению этого идентификатора. Для этого воспользуемся Python библиотекой BeautifulSoup и Request. Отправим запрос к сайту с помощью Request, разделим ответ на Sup с помощью BeautifulSoup. Ну а затем как раз в этом супе с помощью цикла найдем все источники тех самых маленьких превью картинок. Для тех кто не знаком с принципи моей работы BeautifulSoup, на канале есть отдельное видео о данной библиотеке, которое я вам настоятельно рекомендую посмотреть. В конце выведем получившийся результат на экран. Запускаем с заданным нами поисковым запросом и видим, что оно работает ровно так, как нам и нужно. Так как нам нужны только идентификаторы, то вычленим их с помощью объекта списка. Задаем соответствующие значения, проверяем и видим, что все успешно. Из всех идентификаторов нам нужно получить ссылку на YouTube, то создадим соответствующую переменную. Чтобы записать все значения в файл, для дальнейшего использования мы просто можем создать список ссылок, а в конце нашего скрипта записать весь этот список в текстовый файл link.txt. Запускаем и видим, что по окончанию работы в нашей директории появился файл со всеми ссылками на видео. Продолжая нашу деятельность, стоит отметить, что мы испарсили лишь первую страницу из поисковой выдачи. Если вы долистаете до самого низа, то увидите, что тут есть кнопка показать больше результатов, нажав на которую мы перейдем на следующую страницу. Вот, аналогично мы можем листать и дальше. Отличаются все эти страницы вот этим хвостом в ссылках. И как я думаю понятно, в нашем парсере также следует его изменять, если мы хотим получить больше результатов поисковой выдачи. Поэтому из всего нашего парсера сделаем небольшой цикл, введем переменную количество циклов, а также расставим соответствующие атрибуты ссылок. Наконец в конце будем повторять этот цикл три раза. Стоит отметить, что значение может быть практически любым, в зависимости от вашего желания. Но чем оно больше, тем больше будет результатов, а значит и дольше будет выполняться вся наша большая программа. Проверяем, и как вы можете наблюдать, все отлично работает. Данный парсер лишь первый пункт из нашего заявленного плана. Запускаться же он будет из нашего башскрипта, start.sh. Тут мы также вводим атрибут readsearch. Это своего рода импут, или же ввод значения от пользователя. То бишь пользователь вводит поисковой запрос, и именно данный запрос будет передаваться в наш скрипт парсера. Не забываем сделать башскрипт программой, и как вы можете видеть на своих экранах, все отлично работает. Далее наша задача сводится к тому, чтобы, имея этот список ссылок, зайти на каждую ссылку и спарсить с нее субтитры. Для этого нам придется нажать эту кнопку троеточия, выбрать пункт показа субтитров, выделить их все и записать в отдельный файл. Делать я это буду с помощью библиотеки Selenium, которую импортируем в наш уже второй парсер для ютуба. Тут мы также используем библиотеку SUS для приема аргументов из командной строки, в качестве которых будут выступать ссылки на видео. Если мы сейчас просто запустим наш Selenium, видим, что браузер просит нас принять файлы куки, и не даст нам производить дальнейшие манипуляции. Поэтому выделим элемент с кнопкой и нажмем по нему функции клик. Если вы не знаете, как выделять элементы в Selenium, и как производить с ними манипуляции, в частности нажатие на кнопку, то по данной теме у меня также есть отдельное подробное видео, которое я вам также и настоятельно рекомендую посмотреть, чтобы вам все было здесь понятно. Запускаем, и как вы можете видеть, все прекрасно отображается, а браузер самостоятельно выполняет те действия, которые мы ему запрограммировали. Совершенно аналогичным образом мы можем прописать действия нажимания на кнопку троеточия, отображение субтитров, а также выделение всех внутренностей поля с субтитрами и вывода их на экран. Запускаем, и как вы можете видеть, все прекрасно работает и наши субтитры на нужном месте. Что нам остается, так это записать наши субтитры в соответствующий файл, о чем мы скажем в нашей программе на языке Python. Что ж, когда универсальный парсер субтитров к любому видео YouTube уже написан, вернемся к нашему bash скрипту. Именно он будет скармливать парсеру субтитров ссылки на видеоролики. Для этого мы зададим атрибут файла с ссылками на видео, который создал наш первый парсер. Затем создается цикл, равный количеству ссылок в этом файле, а каждая ссылка становится изменяемой переменной var. Именно эта переменная var скармливается на обработку нашему парсеру субтитров, благодаря чему и возможны все последующие действия. Если вы помните мой ролик о видеогреб, то там я подробно объяснял, что обычный формат субтитров, который выдает нам YouTube, не подходит, и в том же видео я написал универсальный конвектор для субтитров на языке Python. Поэтому следующим пунктом в нашем bash скрипте будет как раз таки запуск этого конвектора субтитров. Очень хорошо, теперь у нас есть ссылка на видео и субтитры в нужном формате, а значит остается только скачать само видео. Скачиваем его с помощью утилиты udlp, скармливая при этом ей переменную var, а выходной файл именуем как 777mp4. Далее запускаем утилиту видеогреб, скармливаем ей наш полученный файл, а также переменную search, то бишь тот поисковой запрос, который ввел пользователь в самом-самом начале. На выходе получим тот самый файл отрывка из видео. Он по умолчанию будет называться shortcastmp4. Так как все это происходит у нас в цикле и для множества разных ссылок, то нам необходимо переименовать выходной файл shortcast, дабы они не заменяли друг друга. Я переименую его в сегодняшнюю дату с точности до секунды. В конце всего этого завершаем наш цикл. Казалось бы вот и все, но забегая вперед, тут есть один важный нюанс, о котором я просто обязан упомянуть. Некоторые видео могут оказаться удалены с ютуб, некоторые могут оказаться недоступны для вашей страны, некоторые могут быть скрыты самим автором. И чтобы все наши циклы не сбивались, нам необходимо прописать проверку успешного выполнения парсера 2. Для этого создаем текстовый файл, который по умолчанию будет принимать значение проверка не пройдена. Он будет принимать это значение каждый раз, когда начинается цикл. А в нашем парсере есть субтитров на ютуб. Именно в том моменте, когда все прошло успешно, мы заменяем это значение на положительное. После окончания парсера, создаем в нашем башскрипте условие, выполнить весь остальной хвост программы только в том случае, если парсер успешно выполнил свою работу. Также добавим в конце удаление ненужных файлов и закрытие всех созданных процессов браузера. Ну и наконец все готово. Мы можем запустить наш скрипт и задать абсолютно любые критерии для поиска, какие вы только захотите и на каком угодно языке, так как все субтитры ютуб создает на основе языка видео. А спустя несколько часов автономной работы нашей программы, в своей рабочей директории вы увидите вот такую гору разных фрагментов видеороликов ютуб, с заданной нами фразой, объединив которые мы получим нечто следующее. Звали этого программиста Ричард Столман. Ричард Столман знал. Ричард Столман. Ричард Столман. Обаятельный хиппи-программист Ричард. Ричард Столман. Ричард Столман это основатель. Известный американский программист Ричард Столман. По имени Ричард Столман. Ричард Столман. А Ричард Столман. Такого товарища как Ричард Столман. То Ричард Столман пользуется гнев сенс. Ричард Столман. Ричард Столман вернулся на... Как бы не возмущался Ричард Столм. ричард столман занимается тем ричард столман open source открытые ричард столман 80 ричард столбом собственно вот и все весь мой код вы можете найти в описании под данным роликом если он правда будет вообще кому-то интересен честно говоря не нашел какого-то практического применения данным нарезкам кроме как в юмористических целях но мне был просто интересен данный проект и я решил вам рассказать тому же он возможно будет кому-то полезен для практики программирования на языке python и практики программирования на языке баш но у меня на сегодня все друзья и спасибо вам что засмотрели данный ролик до конца